Всем привет, я Павел и вы на канале Древняя Генжа. Друзья, в ближайшем времени анонсирована встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна. Лично я, проанализировав все предыдущие встречи лидеров Азербайджана и Армении, не ожидаю ничего необычного от планируемой встречи. Потому что для того, чтобы принудить Пашиняна к подписанию чего-либо, нужно держать Армению за горло. Ведь только тогда Пашинян быстренько все подписывает. Цивилизованные методы, уговоры, упрашивания, убеждения на Пашиняна не действуют. Он постоянно упирается, пытаясь показать себя несгибаемым лидером. Но вот армянская оппозиция, радикалы, обиженные антипашиняновцы, видать, считают по-другому. Они почему-то уверены, что на предстоящей встрече Пашиняна с Алиевым армянский премьер будет подписывать капитуляцию и пойдет на все условия Баку. От армянского руководителя требуют представить содержимое документа, который планируется к подписанию. Армянская оппозиция заявляет об обоснованных подозрениях. Республика Армения уступит врагу жизненно важные территории, стратегические высоты и коммуникации, а Карабах будет признан частью Азербайджана. То есть, другими словами, значимая часть армянского общества не хочет делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, и кроме того, выступает против признания территориальной целостности Азербайджана. В Армении с новой силой стали звучать призывы к военному реваншу. В ответ на нарастающее напряжение, премьер-министр Армении пообещал обратиться к народу посредством Facebook и ответить на все вопросы. Хотелось бы обратиться к армянскому премьеру Николу Пашиняну. Никол Ваваевич, если ваши радикалы такие смелые ребята, что готовы вооружиться и пойти воевать за Карабах, эти всякие Асала, Масала, всякие там Арутюняны, в том числе те, кто голосовал за Роберта Кочаряна, который обещал вернуть Гадрут и даже Шушу. Всякие там Бегларяны, Саокяны, Варданяны, Баласаняны или кто там у них еще. Если они хотят идти воевать, ну так организуйте из них отряды и пускай идут, а почему бы нет? Если они так уверены в победе, так пускай идут. Только не надо принуждать тех, кто не хочет воевать с Азербайджаном, а те, кто хочет крови, так пускай идут. Многие из них и автомат никогда в жизни в руках не держали. Вперед из песней. А то что ж получается, они будут провоцировать, а умирать будут те ребята, которых насильно забирают в армию. Никол Пашинян, дайте им в руки оружие и вперед с песней. И не надо меня обвинять, что я кого-то к чему-то призываю. Это радикалы призывают. Это они хотят войны. Ну так пускай идут. Только вот поставьте НКВДистов на задних позициях, чтобы эти герои вдруг не начали убегать, когда увидят азербайджанского воина с оружием в руках. Дайте приказ ни шагу назад и все. Проблема с радикальным крылом в Армении решится за два дня. Почему за два дня? Да потому что я не уверен, что за один день азербайджанцы смогут их догнать. Ведь что-что, а бегать армяне умеют отлично, особенно офицерский состав. И кто знает, может после этого мы увидим совсем другую Армению. Из-за таких армянских радикалов и разжигателей страдают не только Азербайджан и Армения, а и весь регион. Ведь вместо того, чтобы бросить все силы на развитие инфраструктуры, экономики, культурного развития, все готовятся к возможной войне. Невозможно спокойно жить, ибо ты не знаешь, что завтра выкинет Армения. Люди попросту перестают верить, что возможно мирная и созидающая жизнь, когда возле тебя рядом такой сосед, как Армения. Люди живут, как на пороховой бочке. А потом армяне еще удивляются, почему это их все ненавидят. А как вас любить, если ваши средства массовой информации постоянно пестрят угрозами в адрес соседей? Мы вам еще покажем. Мы скоро придем в Карабах. Карабах – это наша земля. Мы уничтожим Азербайджан. Азербайджан. Мы дойдем до Баку. И так далее, и тому подобное. Слушая такое от твоего соседа, тяжело сосредоточиться на экономике. Поэтому, Никол, пускай берут автомат в зубы и идут войной на Азербайджан. Как они любят говорить, один на один. Посмотрим, что будет. Не будем впутывать Российскую Федерацию и Турцию. Один на один. Азербайджан против Армении. Друзья, конечно же, подавляющее большинство из этих крикунов и не собираются идти воевать. Они прекрасно понимают, что воевать против армии Азербайджана некому, да и нечем. Они прекрасно знают, что Армения не готова к такому противостоянию. Год назад армянская армия потерпела нещадные поражения в Карабахе. И с тех пор армия Армении не стала сильней, а наоборот, еще больше ослабла, как в личном составе вооруженных сил, как в техническом и вооруженном смысле, так и в моральном духе. Они понимают, что никакого чуда не случится и все они погибнут. Поэтому реванш бессмыслен. Они, конечно же, могут совершать провокационные действия, но только для того, чтобы в очередной раз попытаться привлечь внимание ОДКБ и России. Поэтому все эти митинги это всего лишь попытка организовать в Армении переворот и смену власти. И я даже не удивлюсь, что эти все акции протеста организованы Россией, дабы заменить прозападного лидера Армении Никола Пашиняна на кого-то более лояльного к России, например, Роберта Кочаряна. А то, что эти митинги якобы антироссийские, лично меня не удивляет. У нас в Украине многие знают, что Кремль финансировал украинскую националистическую партию Свобода с ее лидером Олегом Тягнебоком. Это все делается и финансируется российскими спецслужбами для раскачивания ситуации в стране. Да я лично знаком с человеком, который был задержан службой безопасности Украины за организацию митингов в моем родном городе Львов, за отделение Западной Украины в отдельное государство. Сейчас этот человек, его зовут Роман, сидит в тюрьме. Ему платили российские кураторы большие деньги, и я это знал. Но мне не удалось его переубедить не поступать так. Поэтому я совсем не удивлюсь, когда выяснится, что армянских радикалов финансирует Кремль. А антироссийские лозунги это всего лишь прикрытие. Но я, друзья, не навязываю свое мнение вам по этому поводу. Пускай здесь каждый руководствуется своим мнением. Да и вам, азербайджанцам, по большому счету, все равно, кого побеждать на поле боя. Сторонников Пашиняна или же сторонников Кочаряна. Какая разница, кто у них там у власти? Задача Азербайджана номер один – это полное выдворение всех вооруженных формирований из Карабаха. Притом не только армянских, а и российских. В Карабахе должны находиться только лишь азербайджанские миротворцы и точка. Даже лучше будет здесь сказать и восклицательный знак. Второе – это решить вопрос с границей и добиться подписания мирного договора с Арменией. Для того, чтобы официально задокументировать линию границы между Арменией и Азербайджаном. И третье – это решить вопрос Зангизурского коридора. Именно эти пункты я считаю главными и первостепенными, которые необходимо осуществить. А потом уже спокойно можно будет ставить ребром вопросы о компенсации Арменией ущерба Азербайджану. С вами, друзья, был Павел. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok